Вот уже 9 лет в молодежном центре Архангельска официально соседствуют петровские стрельцы, средневековые викинги, новгородские дружинники и швейцарские пехотинцы. Все они участники молодежного объединения исторической реконструкции «Двинской град», выходцы из разных тематических клубов. Несколько лет назад их объединила общая любовь к истории. Сегодня в сообщество входит около 40 человек совершенно разных профессий и возрастов. Ковка доспехов, пошив аутентичной одежды и обуви и, конечно же, сама реконструкция событий. Свою страсть к деталям здесь объясняют так. Это живая история. Когда ты приходишь в музей, ты смотришь экспонаты за стеклами. А тут ты приходишь на какое-нибудь мероприятие, и ты можешь это потрогать, что ты можешь померить, поддержать, сколько там весит меч настоящий или шлем. Практически с нуля энтузиастами была создана материальная база. В молодежном центре они обычно собираются, чтобы вместе что-то смастерить или обсудить новые проекты. На своих фестивалях участники объединения в деталях демонстрируют, например, как жили в Архангельске в 17 веке. Таких подробностей не найдешь ни в одном школьном учебнике, а здесь все расскажут и наглядно покажут. Мы достаточно углубленно изучаем. У нас нет, например, только костюма или одежды. Мы изучаем кухню, мы изучаем развлечения людей, мы изучаем ремесла различные. За зрелищностью происходящего стоит огромный интеллектуальный труд. Процесс создания, например, одной пары обуви – это целая исследовательская работа. Ребята нередко обращаются к открытым источникам мировых музеев, берут виртуальные эскизы и выкройки, в деталях копируют подлинные вещи. Составляешь так называемый паспорт костюма, где ты описываешь, кого ты хочешь реконструировать. Ну, возьмем там какого-нибудь ремесленника городского. И начинаешь воссоздавать по деталькам от нижнего белья и до верхнего, как бы все. Все это создается вручную. На пошив одного костюма может уйти до двух месяцев. Стоимость комплекта одежды в среднем составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Но оно того стоит. Таким образом история как бы интереснее становится, когда это не просто сухие факты, которые тебе экскурсовод рассказывает, а когда ты это видишь, можешь потрогать, посмотреть там весь этот быт, еще что-то и погрузиться в это. Участники некоммерческой организации нередко показывают средневековые спектакли школьникам, тем самым прививая им интерес к истории. В планах проводить открытые фестивали для всех желающих, чтобы активно развивать туристический потенциал региона. Тем более, что мест для этого предостаточно. Достаточно.